Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарим за внимание к рыболовству, за то, что вы пришли на пресс-конференцию для новости. Встречаемся мы накануне Национального дня рыбака, и спустя как раз две недели, когда мы все торжественно отмечали Всемирный день рыболовства, который, кстати сказать, был во всем мире принят по инициативе легендарного министра рыбного хозяйства СССР Александра Кимовича Ишкова, чем засвидетельствовали то, что Россия, СССР в прошлом являлась и продолжает являться великой рыболовной державой. Вот по порядку введения, если вы изражаете, Андрей Анатольевич несколько слов скажет вначале, а потом мы с удовольствием выслушаем вопросы и на них ответим. Добрый день еще раз, коллеги. Приятно видеть вас всех здесь накануне нашего праздника большого. Для нас это действительно большой праздник в приближенных городах, не знаю, наравне с Новым годом, наверное, празднуется. Калининград, Владивосток, Мурманск. Мы подводим предварительные итоги работы за полгода. Вылов с 1 января 2012 года составил 2 миллиона 63 тысячи тонн. Это чуть-чуть больше, на 3,5 тысячи тонн больше, чем за этот период прошлого года. Оборот наших организаций вырос на 10,5 процентов. Снизился экспорт ненамного на 4,5 процента и совсем на небольшую величину увеличился импорт рыбы и морепродуктов на 1,5 процента. При этом важно понимать, что импорт мороженой рыбы снизился, а общая цифра снижения пришлась на селедку и скумбрию. И обусловлено это тем, что в Северной Атлантике популяция сельди находится сейчас на очень низком уровне. И все страны Северной Атлантики, а их 5, и мы, и Норвегия, и Фарерские острова, и Исландия от этого страдают. Из цифр, пожалуй, что, наверное, особенно больше ничего говорить не буду. Единственное, скажу вам о том, что я вчера вернулся с Дальнего Востока, прошло совещание на Сахалине, которое проводил председатель правительства. Там был принят ряд важных, на наш взгляд, решений. Сахалин развивается очень активно, растет вылов больше, чем в среднем по России, растут зарплаты. Зарплата сегодня средняя на Сахалине у рыбаков 56,5 тысяч рублей. Это третье место на Сахалине же. Ну, понятно, что первое место у нефтегаза, второе, понятно, что у финансистов. Ну, вот из реальных отраслей экономики у нас, в общем, можно сказать, второе место после добытчиков углеводородов. Там было принято важное решение о том, что будут строиться частные рыборазводные заводы. Их будет, ну, вот в первом, в первой итерации будет 8 штук на Курильских островах. Из них 6-7 на Этурупе, один на Кунашире. Это очень важно со всех точек зрения, и с геополитической, и с социальной, потому что, как вы понимаете, на Курильских островах, ну, на Южно-Курилах, в частности, другой работы нет и в ближайшее время не предвидится. Это только рыба. Что еще было решено? У нас на Сахалине 16 государственных рыборазводных заводов, которые выпускают малька лососевых. 6 мы передали 10 лет назад в аренду долгосрочному частному бизнесу. Результаты хорошие. И мы приняли решение, президент нас поддержал, о том, что после окончания пути на этого года мы 11 заводов государственных рыборазводных передадим в аренду частным компаниям. Причем мы не будем платить деньги за выпуск малька, то, на что сегодня государство тратит 250 миллионов рублей на Сахалине. Потому что там это единственные заводы рыборазводные, где, собственно, есть бизнес некий. Как вы знаете, лосось обладает чувством хоминга, чувством дома. Он возвращается туда, откуда был выпущен. И таким образом предприниматели могут не только закладывать икру на сохранение и выпуск молоди, но и изымать излишних производителей, таким образом получать деньги. А эти 250 миллионов мы перебросим в 2013 году на заводы Юга России, в первую очередь это Астрахань и отчасти Ростовская область, для того, чтобы поддержать популяцию осетровых. Я много раз об этом говорил, вы тоже знаете, что две самых главных беды на Волге, первая, которая у всех на слуху, это браконьеры. Но на самом деле первой бедой является строительство Волжско-Камского каскада гидроэлектростанций в 60-70-х годах прошлого века, когда осетровые были отрезаны от естественных нерестилищ. И у нас сегодня из естественных нерестилищ только циканаманское нерестилище русского осетра. То есть у нас сегодня вся белуга, которая существует на Каспии, она вся заводская, почти вся северюга заводская. Поэтому если бы наши заводы не работали, мы сегодня бы уже, наверное, не видели осетровых, или видели бы их по головам, как в Азовском море, там по штукам. Сегодня ученые говорят о том, что в северном Каспии осетра много. Он небольшой, двух-трехлетний осетр, но это уже рыба, которая способна постоять за себя, у которой нет уже противников, кроме человека, естественно. И мы очень настойчиво ведем работу за то, чтобы ввести мораторий на вылов осетровых на Каспии хотя бы на пять лет. Мы полагаем, что нас поддержали три страны из четырех прикаспийских, но всего их пять, мы, понятно. Нас поддержал Азербайджан, нас поддержал Казахстан, нас поддержал, да, все, Иран, кроме Туркменистана. Он зарезал за собой позицию вернуться к этим переговорам. Мы надеемся, что мы общими усилиями убедим наших коллег из Туркменистана ввести мораторий. И тогда, через пять лет, очень осторожно говорю об этом, можно будет подумать над тем, чтобы, возможно, возобновить промышленный лов осетровых. Хочу напомнить вам, что Российская Федерация в одностороннем порядке с 2002 года отказалась от вылова осетровых в море. Мы сегодня ловим осетров только для целей воспроизводства, только для заводов на икру. То есть мы их не убиваем, как вы знаете, мы берем икру, и осетр живет. Поэтому уже вот та работа, которая велась пять лет, она уже в Каспии видна сегодня. И еще хотел бы вам сказать об одной вещи, тоже очень важная вещь. Мы 3 июля подписали меморандум о борьбе с ННП в Рикьявике. Подписали меморандум о борьбе с ННП в Канаде. Я тоже об этом несколько раз говорил, что мы 2019 год посвящаем подписанию двухсторонних соглашений, юридически обязывающих со странами, в первую очередь, Азиатско-Тихианского региона, и с Канадой и Америкой для того, чтобы по возможности полностью перекрыть браконьерские возможности по доставке, по продаже свежемороженого краба и живого краба на рынке, ну в первую очередь Кореи, конечно, и Японии. С 24 июля вступает в силу соглашение наше с корейцами, с Республикой Южная Корея, то есть не само даже соглашение, а система сертификации вступает в силу с 24 июля. Нас посольство официально об этом уведомило, причем они пошли нам навстречу, потому что планировали в августе ввести, мы попросили сделать это быстрее. Система очень простая. Мы полагаем, что Корею мы закроем на 100%. Что это значит? Это значит, что когда капитан нашего судна, скажем, в Владивостоке, оформляет государственную таможенную декларацию, он заявляет порт, куда он пойдет сдавать краба, и ему выдается сертификат происхождения. То есть мы смотрим, есть ли у него разрешение на промысел, ему выдается сертификат происхождения. А сертификат легальности уловов. Второй экземпляр этого же сертификата поступает по дип-каналам капитану порта, того порта, который обназначил сам себе капитан. Ну, капитан, судовладелец, неважно. Дальше все очень просто. Приходит судно в порт, встает на разгрузку, перед разгрузкой он предъявляет этот сертификат, власти портовые того или иного порта южнокорейского сверяют с тем экземпляром, который есть у них, совпадает, разгрузка разрешается. Не совпадает, не бьют цифры, название судна и так далее. Или нет второго экземпляра сертификата, разгрузка запрещается. Эта система работает у нас в Северной Атлантике с 2008 года. И сегодня мы говорим о том, что выгрузить браконьерскую нелегальную продукцию ни в одном порте Евросоюза, Норвегии и России практически невозможно. Японцы официально заявили о том, что они готовы подписать такое же аутентичное соглашение на полях саммита ОТЭС в Владивостоке в сентябре этого года. Соглашение с Корейской Народной Атлантической Республики прошло ратификацию в Государственной Думе в Совете Федерации. Мы рассчитываем на подписание президентом этого закона в ближайшие дни. И с Китайской Народной Республикой планируем подписать, если не в июле, то в августе, такое же соглашение. Таким образом, к концу 2019 года система сертификации будет введена во всем Азиатско-Океанском регионе. И те 800 миллионов долларов, которые мы оцениваем сегодня нелегальные уловы, превратятся в десятки тысяч долларов. Соответственно, и тонны, тысячи тонн превратятся в килограммы. Конечно, можно под покровом ночи где-то на скалистом берегу шаландами выгрузить какое-то количество крабов, там четыре ящика, но это не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит сегодня. Понятно, что наша работа не нравится очень многим людям, как в странах Азиатско-Океанского региона, так и у нас в стране. Это война, война такая, ну, настоящая, с применением всех форм и методов, которые положены на войне, это разве что без артподготовки. Она происходит в основном на бумажных носителях. Но вы понимаете, сколько людей вовлечены в этот преступный промысел, если мы оцениваем 800 миллионов долларов, представьте себе, сколько людей и на той стороне, и на другой лишаются очень больших денег. Поэтому, поверьте мне, что нам стоило огромного труда убедить наших коллег пойти на эти соглашения. То есть, позиция и официальная позиция правительств наших сопредельных стран изначально была против, ну, уж оппозиции бизнеса, якудзы, организованных преступных, транснациональных группировок, я и не говорю, и примкнувших к ним товарищей из других организаций. И, наверное, пожалуй, что... Да вот, наверное, и все, что я хотел сказать в качестве вступительного слова и готов ответить на вопросы. Единственное, предваряя вопросы, которые наверняка будут звучать по рыбоохране, а их очень много у меня вот пришло в интернет, хочу просто сразу на них ответить. Там два вопроса, которые очень часто повторяются. Когда будет запрещена продажа сетей, потому что все перегорожено сетями, и где находится рыбоохрана. Что касается продажи сетей, то у нас эта норма находится в законе о любительском рыболовстве. Закон этот входит в Госдуму. Понятно, что будет еще горячее обсуждение на площадке Госдумы, я готов отдельно про него рассказать. Там эта норма есть. Пока сегодня у нас в законодательстве есть только одна норма о запрете ввоза, за этим занимается Федеральная таможенная служба. Но, судя по тому, что мы видим на рынках и в магазинах рыболов-спортсмен, и же с ними, мы видим, что эта норма либо не работает, либо ввозится с другими кодами ТНВЭД, либо ввозится сеточный материал, ищутся здесь уже сети, на территории России. То есть, пока не будет нормы об изъятии сетей в местах реализации, то той нормы, которая существует сегодня, явно недостаточно. И еще хочу сказать, что мы разделяем ответственность за то, что перегороженные наши реки и озера, в основном, не в море происходит, а на внутренних водоемах сетями. Но в то же время хочу вам сказать, что, к сожалению, к большому, мы не имеем никаких полномочий для того, чтобы провести... Есть рынки, мы знаем номера палаток, мы знаем название рынков, но никаких прав прийти и отнять или конфисковать эти сети мы сегодня не можем. Мы можем только сделать это на реке, но очень часто сети бесхозные, поэтому мы их собираем, тралим, актируем, сжигаем по акту там, где находим. Но бывают и другие случаи. У нас подготовлено уже постоянное правительство об оружии для наших рыбинспекторов. Кстати, я хочу особо подчеркнуть, что оружием будут наделяться только инспекторы, а не начальники, там не я, не начальник управления рыбинспектора. На оружие нам будет не положиться, только инспекторы. Я могу сказать, что на Камчатке у нас два раза подряд началась путь на Лососе на Камчатке. У нас три человека лежат в больнице с побоями средней степени тяжести. И в субботу, вот в эту субботу, которая была, произошел случай, когда рыбинспектора изъяли браконьерские сети и моторы, привезли их для оформления, актирования в отдел на Камчатке. Отдел был атакован браконьерами, в буквальном смысле этого слова, требовали вернуть им браконьерские сети и моторы. Ну, благодаря тому, что у нас там достаточно крепкий народ работает, в буквальном смысле этого слова, крепкий, люди, которые прошли не одну командировку в горячие точки, вещь доки, как говорят наши коллеги, удалось отстоять. Но, вот чтобы вы понимали, это действительно война, такая настоящая. Гремят выстрелы, чаще всего это происходит на Каспии, ну вот и на Камчатке бывает, и в Сибири бывает. Поэтому мы с нетерпением ждем выхода по состоянию правительства для того, чтобы хотя бы людей вооружить, кроме формы и красного удостоверения, оружием. Так как это и было до 2004 года. Спасибо. Да, извините, не договорил по поводу рыбоохраны. Нас несколько задержал указ о изменении структуры органов власти от 21 мая. Все документы у нас готовы. Есть поручение президента Медведева об увлечении органов рыбоохраны. Я надеюсь, что вот сейчас, после завершения всех процедур по изменению структуры органов власти, мы этот вопрос будем поднимать еще раз. Надеясь на положительное решение, мы планируем, что мы добавим полторы тысячи человек инспекторов рыбоохраны. Потому что сегодня можно предъявлять очень много претензий за инспектором, но могу вам сказать, что физически, когда на каждого инспектора приходится сотни километров и тысячи гектар водной глади, зеркало воды, невозможно противостоять этому валу браконьерства. Оно может называться бытовым браконьерством. Да, это не на наших реках неорганизованные преступные группы, как правило, работают. Но факт остается фактом, таким количеством людей невозможно. Благо мы сейчас, вот в этом году мы получаем, наконец-то, впервые за последние 35 лет 582 единицы автотехники, получаем дополнительно 58 лодок. Министерство финансов выделило дополнительные деньги на бензин, наконец-то. Таким образом, полагаю, что вторая плана года будет изобиловать большими успехами и в тоннах, и в километрах сетей и так далее. Спасибо. В.ПУТИН. В.ПУТИН. Размышляете над вопросами. Я вот буквально перед тем, как вошли, так сказать, получил список вопросов на 9 страницах. Они в основном все касаются любительского рыболовства и действительно подавляющее большинство про сети, о которых уже Андрей Анатольевич сказал. В.ПУТИН. Но, тем не менее, все-таки дерзну выделить один приятный вопрос, который содержится здесь. Народные рыбалки. Это всероссийский фестиваль, который возник на встрече тогда еще председателя правительства Владимира Владимировича Путина в январе с рыбаками-любителями. И вот уже прошло два этапа. Чок спрашивает, будет ли развиваться это движение? Ну, я могу сказать, что 26-27 июля в Астраханской области на Ахтубе пройдет очередной этап фестиваля «Народная рыбалка». Достаточно много уже заявок есть. Мы рассчитываем на большое количество рыбаков-любителей. Хочу сказать, что первый этап мы проводили на Можжетском водохранилище в жуткую совершенно погоду. Было минус 25, минус 27. Две с половиной тысячи человек приехали, не убоявшись мороза. Очень хорошо прошел этап в Самаре. Кстати, я потом читал отлики в интернете. Благодарили нас рыбаки-любители, хотя не очень понятно, за что. А благодарили за честное судейство. Не нас благодарить, а судейскую коллегию. Там женщина-инвалид выиграла Ладу Гранту. У нее вообще семья такая рыболовная. Муж зимой выиграл снегоход. То есть победил. И она вот, сколько, 62 ей, по-моему, года. Инвалид, без ног. Выиграла Ладу Гранту. При том, что завод, были представители Автоваза, завод сказал, что, пожалуйста, в приз ваш, как хотите с ним поступайте, хотите продавайте. Но если вы захотите нам ездить, мы вам готовы поставить ручное управление на эту машину. Никаких проблем нет и ни копейки с вас не возьмем. Поэтому мы ждем в Ахтубе большое количество рыбаков-любителей. И 22 сентября у нас в Татарстане проходит четвертый этап. Фестиваль «Народная рыбалка». А Оргкомитет работает уже над этапами 2013 года. То есть мы договорились так на Оргкомитете, что четыре этапа будут всероссийских. Но между этими этапами очень много проходит соревнований. Очень много людей обращаются с предложением, ну, как-то кооптироваться в это движение. Мне предстоит, что это очень хорошая вещь. Тем более, что не только ловят рыбу на скорость, но, насколько я знаю, и в Самаре. Сначала убирали берега, и на Ахтубе мы готовим, возможно, несколько мероприятий совместно с органами рыбоохраны, рыбаки-любители. Во всяком случае, это будет способствовать, мне кажется, лучшему взаимопониманию, пониманию проблемы. А это общая проблема. Не говорить о том, что это проблема Федерального агентства по рыболовству, только. Это совершенно неправильно, я считаю, что это такой детский взгляд на вещи. Победить это зло можно только совместными усилиями. Только и больше никак. В конце концов, прибавят нам люди или не прибавят. Даже если прибавят. Все равно этого недостаточно на нашу огромную страну. Поэтому без помощи общественных сомнекторов, без помощи организации рыболов-любителей мы не справимся. — Кстати сказать, на самарском этапе сожгли, по-моему, два самосвала сетей, которые собрали совместные инспекторы рыбоохраны и общественные инспекторы. — Да, пожалуйста. — Кстати сказать, насчет двородной рыбалки надо добавить, что из бюджетной не зарасходовано до сих пор, по крайней мере, ни одной копейки на проведение этих мероприятий. — Нет, нет, это торговое, это, вернее, не бюджетное мероприятие, это очень приятно действительно об этом сказать. Есть спонсоры у фестиваля, появились Торговый дом Немиров, например, Росгострах участвовал, вот на Автоваз участвовал на самарском этапе. — Лукоил включается. — Лукоил включается, да, вот в астраханский этап. — То есть весь тот бизнес, который социально ориентирован и готов развивать социальные инициативы, какие полезные… — В каждой организации работают люди, и многие из них являются рыбаками-любителями, поэтому у нас такое хорошее лобби есть в каждой организации, к которой мы обращаемся с предложением поучаствовать в организации этого фестиваля или одного из этапов фестиваля. — Пожалуйста. — Российская газета, пожалуйста. — Уточните, пожалуйста, цифру, сколько сегодня инспекторов рыбоохраны работает, не считая полутора тысяч, которые вам обещают добавить? — Две тысячи, дай бог памяти, 780 мне память не изменяет. — Две тысячи и 780? — Ну, где около двух тысяч, скажем так. — И еще такой вопрос, какие виды оружия могут разрешить носить инспекторам, и когда это может произойти, в каких случаях они могут его применять? — Ну, понятно. Прежде всего, вы знаете, что касается оружия, там все очень жестко регламентировано. То есть, каждое это управление должно, и уже оборудовало рушпарки, сигнализация, все это сдается, получается. Нельзя просто так взять оружие и ходить с ним. Только во время выезда на воду получает инспектор оружие. Хочу еще раз причнуть инспектор. Что касается самого оружия, может использоваться как боевое оружие, то есть речь идет о пистолетах Макарова, автоматах Калашникова, так и ручное стрелковое оружие, охотничье, гладкоствольное. Это оружие мы берем в аренду у органов Министерства внутренних дел. Это практика, которая уже лет 60, наверное. Потом это все сдается, соответственно, в органы внутренних дел. Поэтому оружие будет боевое в основном. А применять его может инспектор только в случае нападения на него. Да, совершенно справедливо. То есть, инспектор первым не имеет права применить оружие. Но это, вы знаете, мы надеемся, что это произойдет в течение месяца-полутора, потому что, по сравнению с этим, подготовлено. Вы знаете, мы очень внимательно изучили опыт, который был в Министерстве рынного хозяйства, в Госкомитете, в Федеральном агентстве, как бы оно ни называлось. У нас практически не было случаев применения такого нештатного оружия. То есть, я говорю, у нас люди, это оружие, приезжая с рейса, с рейда, оно тут же сдается. Нас не ходят по улицам с оружием. Ну, раз уж мы заговорили про любительское рыболовство, тут вот один... Мы заговорили про любительское рыболовство? Ну, по крайней мере, все девять страниц тех вопросов, которые там перед началом пресс-конференции выручили, они касаются именно любительского рыболовства. И здесь, я вижу, присутствует Михаил Палухин, который, насколько я понимаю, представляет газету «Рыбак-рыбака» и самым активным образом включился не только в очистку наших водоемов от сетей, но и в борьбу за чистоту наших рядов. Александр Анатольевич, все это здорово, но коллега хотел задать вопрос. Ну, мы тогда будем чередовать. Сейчас, одну секундочку, да? И известная достаточно в этих кругах Ирина Лебедева тоже задает как раз ряд вопросов, связанных и с сетями, на которые мы уже ответили, и связанных с борьбой за чистоту наших рядов. Я так понимаю, вот здесь, так сказать, первый вопрос касается борьбы с коррупцией. Слушайте, ну мы… А, Миш, ну я понимаю, вопрос по Маркину, да? Я понимаю, вопрос, да. Это от Ирины Лебедева. Ну, я отвечу. По Маркину. Я отвечу на вопрос. Мы, кстати, сказать… Ну, вот это… Слушайте, мы не так давно отдельно собирались на эту тему. Вопрос вот, какие меры расположения принимают по искорению коррупции потворствующие браконьеры в своих редакциях, в целом, в частности, начальником отдела госконтроля надзора охраны по Московской области Маркин, допустившим часть работы инспектора рыбоохраны. Сейчас идет проверка по поводу этого господина Маркина или товарища, я уж не знаю. Не хочу забегать вперед. Работает комиссия. Будет установленного вина. Поверьте мне, мы будем первыми, кто его уволит. Я хотел бы здесь чуть-чуть подробнее сказать, потому что меня порой… Хороший вопрос, спасибо. Ну, мы знаем эту ситуацию, занимаемся ей. Меня порой удивляет реакция наших коллег, когда, ну вот вы помните, наверное, месяца два назад Министерство внутренних дел сообщает, вот мы обнаружили хищение в Росраболовстве. Я был вынужден собрать пресс-конференцию и показать вам письма и на чайку отправленные, и на начальника ДЭБа на Министерство внутренних дел. Мы два года писали о том, что есть, на наш взгляд, преступление, и затем, когда я получил постановление о возбуждении уголовного дела, там так было черно-по-бело написано, что рассмотрев заявление руководителя феррального собраболовства, крайне он я только что, следователь, изучив материалы, пришел к выводу, что да, таки действительно преступление имело место быть, да, но этому предшествовала двухлетняя переписка. У нас сейчас такая же ситуация происходит с двумя бывшими начальниками ТЭР-управления, наших. Это к вопросу о том, боремся мы или не боремся. Значит, я уволил своим приказом не так давно начальника Баренца Беломорского территориального управления, это Мурманск, по статье за представление неверных сведений в декларации о доходах. Забыл человек указать домик, забыл человек указать счета в банке, но, поверьте, огромного труда стоило доказать это, потому что, когда мы направляем запросы, мы же не правоходительный орган, когда мы направляем запросы коллегам, да, и просим, коллеги, по нашей информации есть такие данные, дайте нам, пожалуйста. Приходится посылать ни одно, ни два, ни три письма. И сейчас у нас такая же история происходит с бывшим начальником Северо-Западного территориального управления, господином Муравьевым, которого мы, это ситуация прошлого года, но сегодня вот о ней наши коллеги как-то начинают активно разговаривать. В прошлом году, в течение девяти месяцев, две проверки этого территориального управления, я объявляю ему выговор, посылаю запросы в Министерство внутренних дел, в Федеральную налоговую службу, коллеги, дайте. У нас есть данные, говорящие о том, что, ну, не бьются, хотя закона такого нет по поводу доходов и расходов, но очень не бьется, нам видно, что не бьется, его доходы, которые он задекларировал, с его же расходами, не получаем ничего, в конце концов, я его отстраняю от работы, а уволить не могу, потому что все время болеет, он у меня появляется 23-го числа, мая прошлого года, да, я его 23-го же числа увольняю, сегодня нам говорят, нет, вы перестаньте, вы все придумали, вы его уволили 23-го, 25-го, поэтому вы спасаете честь мундира свою. Я говорю, коллеги, ну какая честь мундира, мы его отстранили от работы, мы объявили ему выговор, мы писали вам запросы, ну давайте, если мы работаем вместе, да, если мы боремся с короткой, давайте не бороться, да, а не тогда, когда это кому-то удобно, выйти там под телекамеры, сказать, а мы что-то там нашли. Поэтому я тут бы призвал к согласованной совместной работе не только наших коллег из федеральных министерств и ведомств, но и прессу, а, наверное, через вас скорее призвала бы общественность. Если есть какие-то факты, по-моему, мы много не только об этом говорим, но и доказываем своими примерами, человек это не слова о поступке, мы доказываем своими поступками, что мы не собираемся никого покрывать, никаких коррупционеров, кстати сказать, там не только коррупция, частенько там бывают другие правонарушения, когда люди совершают иные преступления или административные проступки. Так вот, хотелось бы, все-таки общество другое уже у нас, хотелось бы больше, чтобы нас чаще информировали. У нас работает телефон доверия, где можно оставить запись, у нас работает интернет, у нас работает электронная почта. Но когда, понимаете, это тоже странное дело, когда приходят анонимки, и анонимок не люблю с советского времени, даже тогда, когда страшно было подписываться, да, но сегодня, если какой-то человек сообщает нам о факте, что какой-то наш подчиненный там взял взятку, ну чего ты боишься? Либо этого не было, потому что, знаете, надо различать борьбу с коррупцией, и тогда, когда пытаются свести счеты с рыбинспектором, который просто придерживается буквы закона и духа закона, и реально борется с браконьерами. У нас такой случай был в Вагограде, когда человека просто, ну я не воспользуюсь не парламентской линии, просто подставили, а ровно из-за того, что он мешал у плотины работать браконьером, которых, соответственно, опекали старшие товарищи. Поэтому это надо различать. Но в любом случае, я хотел бы всех призвать, вот через вас обратиться, к людям неравнодушным. Если есть какие-то факты, сообщайте, мы, видит Бог, ничего не скрываем. Пожалуйста. Пожалуйста, коллега. Кристианские ведности, Николай. Возвращаясь к моменту о том, что вы сказали, на Сахалине построили несколько рыбоводческих предприятий, хотелось бы уточнить сумму инвестиций в них и узнать, как у нас дело обстоит с индустриальным рыбоводством. Я имею в виду, конечно, не вылов рыбы, а какая тенденция на сегодняшний день. Спасибо. Значит, что касается инвестиций по Сахалину, вот смотрите, у нас 38 заводов на Сахалине. Из них 16 государственных, 22 частных. Один частный завод, они разные все по мощности, будет стоить от 10 до 30 миллионов долларов. Это завод по разведению рыбы, не по выращиванию, не по товарному. То есть это то, что выпускается мальком, там полтора-два грамма, и возвращается. Ну, скажем, на Этурупе завод обошелся дороже, потому что пришлось, там уникальный завод, завод без реки. То есть рыба прямо с моря подходит к заводу, там пришлось взорвать и вытащить миллион кубов грунта. Он обошелся дороже. Что касается заводов рыбоперерабатывающих, то вот после того, как мы дали, ну закон, не мы, законодатель, наделил долями квот рыбаков на 10 лет и участками на 20, началось очень активное инвестирование в заводы по переработке рыбы, в первую очередь на Камчатке. От 700 миллионов до миллиарда 200 стоит каждый завод, сейчас их 6. Это то, что построено за последние 2-3 года. Причем надо заметить, что эти заводы строятся не в Петропавловск-Камчатском, эти заводы строятся на востоке Камчатки и на западе Камчатки, то есть там, где нет дорог практически, там, где все доставляется пароходами. Даже плиты, которыми выкладываются дорожки к цехам этих заводов, везутся пароходом из Владивостока. Поэтому я могу сказать вам, у нас где-то есть цифры или нет здесь цифр? Сколько, какие инвестиции по отрасли? В акукультуру? Нет, ну в целом, там порядка 6 миллиардов с начала года, я сейчас боюсь ошибиться, не помню, навскидку. Так что строятся заводы. И вот сейчас, я уже сказал, что есть рыбоводные биологические обоснования на 8 заводов, то есть наука дает. Частный бизнес готов. Там есть одна проблема, которую, мне кажется, нам удалось развязать на совещании на Сахалине. Дело в том, что бизнес готов строить заводы по воспроизводству, но просит от государства, чтобы государство создало инфраструктуру. То есть к этим заводам построили дороги. Ну, это нормально, это нормально. Я всегда привожу в пример Калужскую область, где объем инвестиций потрясает воображение. Кстати, на Сахалине он еще выше, но на Сахалине не совсем корректно говорить об этом, потому что на Сахалине Сахалин-1, Сахалин-2, вот вам 40 миллиардов долларов прямых инвестиций. А в Калуге ситуация иная. Кто был, когда въезжаешь в Калужскую область, завод Самсунг стоит первым, сразу за границей Калужской области, там областная администрация пошла на то, что инфраструктуру создавала за свой счет. Создавали технопарки, подводили электроэнергию, подводили воду, тепло, приходи и строй. Рыборазводчики из Сахалина предложили государству построить дороги, и тогда они готовы вложить, ну, считайте, 8 заводов, 160 миллионов долларов, где-то порядка 5 миллиардов рублей инвестиций, частного бизнеса. Ну, я полагаю, это нормально, это нормально. Тем более, давайте не забывайте, это же еще имеет огромный и геополитический аспект, и социальный аспект, и рабочие места. И нет там другой работы, и не будет. Не надо себе обман. Да, там есть залежи полезных ископаемых, но я не представляю себе в обозримой перспективе, 50-летний, кто там будет что-то добывать на Курилах, я имею в виду. Там логистика совершенно сумасшедшая. Что касается индустриального рыбоводства, все весьма печально. По товарному выращиванию рыбы. Мы замыкаем вторую десятку стран по разведению рыбы, по аквакультуре. По двум причинам. Ну, я уже называл эти цифры. 42 миллиона выращивает Китай, тонн. Второе место занимает Индонезия. 3 миллиона 800 тысяч, на порядок, на ноль больше. А мы, девятнадцатое, 140 тысяч тонн. Тысячи. Причина историческая в том, что Советский Союз всегда ориентировался на вылов рыбы промышленной, а не на выращивание ее. Так было всегда. И флот строился, и экспедиционный. Вообще вся отрасль была наценена только на это. Сегодня ситуация изменилась. Мы этот рывок, эту революцию технологическую проспали. Мы в 90-м годах занимались, как вы понимаете, всем чем угодно, только не разведением рыбы. Нам не до этого было. Отрасль выживала сама по себе. Сейчас повернулись лицом. Почему не развивается так быстро, как хотелось бы? Вот я назвал две причины. На самом деле их три. Первая причина климатическая. Можем выращивать не везде далеко, а рыбу. А где можем выращивать? Ну, понимаете, нам не нужно много карпа. Есть емкость рынка. Много не продаж. Нам нужна семга, нам нужна форель. Замещать норвежскую семгу и форель. Но это Карелия и Мурманская область. У нас нет гольфстрима, у нас холоднее вода. У нас другая экономика. Как только вы начинаете воду греть, выращиваю рыбу, у вас начинает лететь вся экономика. Гореть просто. И у нас колоссальные возможности по разведению моря культуры в сидячих всех объектов. Трепан, Гребешок, Спизла, Нодара, Миди и так далее. Что мешает? Мешает отсутствие закона об аквакультуре. Но поручение, я бы сказал, правительство дал, принять, то есть внести. Первое чтение прошло. Значит, надо в сентябре-октябре вносить на второе чтение в Госдуму и принимать законопроект. И второе. Мешает то, что, хотя сегодня тоже нашли развязку на совещании у Дворковича, мешает позиции некоторых ведомств, которые полагают, что это частный бизнес, он должен развиваться сам по себе. Ну, сам как-то там. Мы приводим мировой опыт и говорим о том, что пока бизнес на ноги не встал, нужны субсидии на этот бизнес. Они могут быть разными. Есть мировой опыт, и страны, которые вступили в ВТО, этим пользуются успешно. 50% государства возвращают денег за карман, например. Государство снабжает рыбопосадочным материалом, бесплатно, например, разные государства. А, например, не берут за пользование водой деньги. В Китае люди, которые занимаются аквакультурой, не платят налогов вообще. Ну, кроме налогов и зарплат. Ноль. Причем не на период окупаемости, а вообще. И когда я разговаривал с своим коллегой, министром китайским, я у него как раз и не мог понять, это трудности перевода. Я говорю, насколько на 5 лет, на 10 налогов освобождает. Он говорит, навсегда, пока человек выращивает рыбу. Я говорю, почему? Он на меня так посмотрел с ухмылкой и сказал, налоги пусть платит промышленность, а нам нужно кормить людей. Поэтому с предприятия аквакультуры мы налогов не берем, у нас полтора миллиарда населения. Ну, вот такая позиция. Мы сейчас договорились о том, что в рамках госпрограммы, которую мы должны сдать 1 ноября, развитие хозяйственного комплекса, будут отдельно прописаны преференции для аквакультуры. К слову сказать, в рамках вступления в ВТО, в протоколе, посвященном сельскому хозяйству, отдельно выделено, что все меры этой поддержки, ну, там вы знаете, это столько денег, потом их становится меньше, с годами, не касаются аквакультуры. То есть у нас в этом смысле руки не связаны. Мы можем помогать предприятиям аквакультуры. Вот две вещи. Первое, это закон, потому что сегодня нет права собственности. Мы не можем выделить участки для разведения рыбы. И люди, которые рыбу выращивают или морекультуру, лишены права собственности. Вот сегодня вы можете вырастить гребешка, и когда начнете вы его изымать, поднимать, или ежа морского, к вам придет какой-нибудь контролер из нашей организации, либо из какой-либо другой, и скажет, на каком основании, а чем вы докажете, что он ваш. Поэтому это все описано в законе, это надо описать. Надеемся, что Госдума нас поддержит, комитет профильный нас поддержал. И во втором-третьем чтении мы примем осенью. Уточним еще вопрос. Есть понимание, каким образом с сахалинских перерабатывающих предприятий продукция будет доставляться в основную часть России? Ну, у нас она доставляет, слава Богу. Значит, очень маленькая часть, ничтожно малая часть рыбы и морепродуктов в свежем и охлажденном виде представляются авиацией. Очень маленькая часть. Это премиум-сегмент. При том, что вы понимаете, даже самая дешевая рыба, долетев самолетом, становится премиум-сегментом. Корюшка, навага, которая стоит 20 рублей на сахалине, на 26 рублей стоит перевозка. А? 68. Уже 68? 86 это для всех, а вот эксклюзивный 68. Ну, я говорю, это ничтожно малая часть. И как работает в Анинах Холмск паром? Есть железная дорога на паром и поехали. Предприятия, которые работают на Курилах, они поставляют продукцию на сахалин свою. Сейчас, кстати сказать, сдали в этом году новый в Корсакове 4-х тысячный холодильник. И дальше железной дорогой. Другой логистики нет, очень далеко. И в ближайшее время не будет. У Камчатки есть надежда на северно-морской путь, ну а сахалин только по железной дороге. Неудобно. Сейчас ряд предприятий крупных, в том числе вагоностроители, заинтересовались возможностью создания логистических компаний, транспортно-логистических компаний. У меня была встреча, пока мы не вышли на подписание хотя бы меморандума взаимопонимания, не буду называть эту компанию. Но мне было очень приятно, это была их инициатива. То есть люди хотят построить тормоза с терминалами GPS ГЛОНАСС, таким образом, чтобы отслеживать движение этих контейнеров по железной дороге. Потому что не секрет, что у нас нормы доставки были написаны при Министерстве путей сообщения, с Сахалина, с Приморья, таким образом, чтобы железнодорожники всегда укладывались в эти нормы. Их это интересует. Нас интересует скорость. Мы, правда, делаем там зеленые поезда во время лососевого пути, но вот сейчас будем делать, которые доходят в два раза быстрее, но это очень далеко, очень долго. Получается, вот, скажем, мы считали из Камчатки, если из Камчатки везти рыбу в Владивосток пароходом, перегружать, ставить на колеса и везти до Москвы, получается 60 дней. 60 дней. Хотя поезд Махталу Владивосток идет 7, вы мне скажете, а у нас получается 60. А Сахалина, ну, 50-49, очень долго. Но вот только оптимизировать логистику, другого выхода, не дирижаблем же поставлять, другого выхода не существует. А выход, кстати, для того, чтобы население, основное население страны, материковая часть, питалась, имела возможность купить свежую рыбу, это, конечно, аквакультура, конечно. И строительство логистических центров, но, опять-таки, это дело бизнеса, который, скажем, рыба из Мурманска, рыба из Астрахани, она может доходить в большие города, там, не знаю, Москва, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, Воронеж, Тамбов, она может доходить в охлажденном виде, сегодня технологии позволяют трое-четверо суток ее перевозить. Но везти некуда, совсем нет живорыбных баз, они были приватизированы, на их месте стоят многоэтажки сейчас, почти нет холодильников в центре страны. Ну, мы много говорим об этой проблеме. Я, кстати, сказать, надеюсь на то, что вот логика реформы структурной, очередной, которую мы претерпели 21 мая, и была направлена на то, чтобы соединить продовольствие под одним таким зонтичным брендом, который называется Минсельхоз, или Министерство продовольственных ресурсов, допустим, как вариант, и решать... Потому что вопрос те же самые. Растеневоды вырастили эту пшеницу, да, ну вырастили, побили опять очередной рекорд. Ну и дальше-то что? А что с мукой? Она подешевела, подорожала, она стала доступнее, не стала доступнее, то есть никто за это по большому счету не отвечает. То же самое происходит с рыбой. Я вам называю цифры, цифры замечательные, немножко, но растем, растем четвертый год или пятый год подряд, но сказать, что рыба стала доступнее, потому что она появилась, да, она появилась, но сказать, что она стала дешевле от этого, нет, не работают экономические механизмы. В прошлом году 500 тысяч тонн лососевых, ну казалось бы, должна была упасть цена на горбушу. Нет. Почему? Ну потому, потому что, при том, что рыбаки больше не заработали от этого, понимаете. Вот они сегодня, допустим, у нас прогнозы гораздо скромнее в этом году по лососевым рыбам, а 150-170 тысяч тонн меньше, мы поймаем в этом году, но это биологический год четный, там такая синусоида получается, четный-нечетный год различается значительно. Рыбаки говорят, слава богу, что рыб будет меньше, потому что трудозатрат меньше, цена будет одна и та же, а трудозатрат меньше. Так что, вот вся эта цепочка, она плохо структурирована от Сахалина до прилавка, и это надо менять. Я надеюсь, что в рамках объединенной команды, которая сейчас создается, возможно, будет легче. Потому что мы потратили несколько лет, но полномочий по госполитике не получили. В сфере рыбы, переработки, транспортировки, хранения, логистики и, возможно, реализация. Кстати сказать, я приводил пример, но, может быть, просто не все его слышали. Как бы мы ни относились к СССР, все вместе, кто помнит там, кто уже не помнит, как бы мы ни относились к Министерству рыбного хозяйства России, Советского Союза, которая занимала все-таки первое и второе место вместе с японцами. А проблема была тогда такая же самая. Министр торговли Тарасов говорил все, все те слова, которые я сегодня слышу от федеральных сетевых ритейлеров. Причем они даже не знают, что они его цитируют практически. Ну, может быть, технология изменилась, а по сути одно и то же. Мономагазины, не будет ходить народ, супермаркеты это вот на все и для всех, для всей семьи на неделю, а к вам никуда не пойдут. Но, тем не менее, Минрыбхоз СССР создал 237 магазинов «Океан», ему было даны постановления ЦК и Совмина тогда. И благодаря этому нам удалось увеличить потребление рыбы, еще как-то ее продвинуть к населению, создав систему альтернативной торговли. Даже тогда, при той экономике, понимаете, без этого, без создания системы альтернативной торговли ничего не получится. Я глубоко убежден, без конкуренции ничего не будет. Будь в стране три «Газпрома», цена на газ была бы дешевле. Понимаете? И все поселки были бы газифицированы. Сегодня только Татарстан газифицирован. У нас в Московской области газа нет. Андрей Анатольевич, может это прозвучить нескромно, но все-таки за последние пять лет потребление рыбы в строю увеличилось в два раза. Да так оно так. Я сейчас о цене говорю. Понимаете, мне что обидно. Мойва 12 рублей зимой в Мурманске, сюда доезжает, что-то ехать, 2-2,5 рубля стоит доставка, 85. Ну с какого перепуга? Понимаете? Получается, как у Жванецкого, в честь чего? Помидору сегодня не 5, а 7 рублей. В честь нашей встречи мадам. Понимаете? Пожалуйста. — Сергей Акулич, агентство «Амурпресс», Хабаровский край. Вот прозвучала у вас цифра 800 миллионов долларов, нелегальный улов. Это речь идет только в дальневосточном бассейне, в наших территориальных ходах. Можно говорить о том, что существует какая-то организованная преступность? — Конечно. — То есть есть какой-то центр, какая-то мафия рыбная, которая вот этим всем рулит? — Конечно. Ну я не могу сказать, что он один, этот центр. В Хабаровске он один, на Сахалине он другой. — То есть по субъектам федерации? — На Камчатке он третий. Нет, ну есть люди, которые работают успешно и на Сахалине, и на Камчатке. Они, правда, сюда уже не заезжают, работают с территорией Южной Кореи. Но так как я не судья, я приговор не объявляю, я фамилии не буду называть, в том числе и ваших браконьеров. Хотя знаю их прекрасно. Потом не секрет, опять-таки, давайте без конкретики, у меня правильное пометие. Компании Хабаровского края, именно Хабаровского края, штук шесть, они не очень большие, но тем не менее. Управляются китайским капиталом. Компания, которая им управляет, называется Pacific Candace. Все это есть. Это не совсем, правда, браконьерство, да, они легальные рыбаки, но тем не менее, это грубое нарушение закона о стратегических отраслях промышленности. Внешне, да и юре, все нормально, русские учредители, русские. Но если начать копать дальше, то оказывается, что судами этих компаний управляет оператор, а оператор уже не русский. Опять нет нарушения закона, все это так по линии проходит. Но 100% продукции сдается в Китай заранее. А если посмотреть на этих людей, физиков, которые являются владельцами компании, то у них можно найти договора займа кабальные. Ну, якобы они заняли деньги. Если вдруг они будут продавать акции, то наступят последствия некие. Понимаете, ну, все это есть. Вы же понимаете, что когда речь... Да, кстати сказать, ведь на самом деле 800 миллионов цифра такая, ну, не знаю, потрясательная воображение или не потрясательная, но это серьезная цифра. Но они отчеты же ведь не посылают. Не посылают. Было, было 3 миллиарда, потом 2, там, полтора. То есть, все-таки тенденция есть к снижению. И когда мне говорят, ну, это потому что краба стало меньше, это не так. Не потому что краба стало меньше. Потому что есть тенденция к снижению. Все-таки, понимаете, мы становимся все другими. То есть, браконьеры-то нет. Хотя они тоже начинают работать за чередня. У нас есть компании на Дальнем Востоке, легальные краболова. Легальные. У него стоит судно легальное, а за этим судном еще 2 под скамбоджийским флагом. И что получается? Это судно дает нам ССД, судовые и судочные донесения. Нахожусь в пролове, краба нет, поймал 100 килограмм, потом 150 килограмм. На самом деле он набивает трюм, подходит к камбоджийску под покровом ночи, перегружается и поехал в Данхе, куда-нибудь в Южную Корею. А мы понимаем ситуацию и ввели минимальный суточный объем. То есть, мы говорим, товарищ дорогой, у тебя разрешение на 15-м краба. Двое суток тебе идти до района промысла, двое суток назад. Значит, ты должен ловить не меньше трех тонн в сутки. Вот тебе разрешение на 9 дней, 2, переход, ну 2 и 2, 4 и 5 дней на собственного промысла. Тоже вызвало неадекватную реакцию. Тяжело проходил этот приказ. Ну, сейчас работает, стало попроще. Но это борьба, это ежедневная борьба. Второй вопрос. По закону любительского рыболовства, насколько я знаю, Минэкономразвитие... Да, так что, если вы услышите, что у меня нашли порошок белого цвета, в машине не удивляйтесь. Хорошо, понял. По закону любительского рыболовства, Минэкономразвитие, насколько я знаю, раскритиковал его. И как вы прогнозируете его прохождение дальнейшее в Государственной Думе? Успеют ли наши федеральные собрания принять его? С 2013 года вы же планировали, что вступить. Вы знаете... Не Минэкономразвитие, а, по-моему, Минтуризм. Ну, там Минэкономразвитие, оценка регулирующего воздействия. На самом деле, вы знаете об этом, потому что действительно привлечено общественное внимание большое. Вообще, это нормальная, обычная практика. Я имею в виду вот этот алгоритм согласования с министерствами и ведомствами, когда разные ведомства имеют разную точку зрения на один и тот же предмет. И для того, чтобы согласовать позиции и внести согласованный законопроект, а мы можем внести только согласованный законопроект, вот этому внесению предшествуют десятки, а порой и многие десятки совещаний, где отрабатываются позиции, где стороны пытаются друг друга убедить, приводят разного рода аргументы. Если мы не достигаем на горизонталях взаимопонимания, то тогда вопрос переносится на уровень выше, скажем, проводит совещание курирующий вице-премьер, при необходимости признать правительство, и принимается какое-то одно решение. Понимаете? С одной стороны, закон — это не Библия, закон не свободен от недостатков, безусловно. С другой стороны, и тут я понимаю многих рыбаков-любителей, они говорят, ну давайте уже, хоть уже давайте вносить, потому что мы начинаем ходить уже по пятому кругу в этих обсуждениях. Понимаете? Какие-то вещи, которые вызывали наибольший всплеск эмоций, они уже ушли из законопроекта. То есть там нет платности рыбалки вообще, да? Там нет рыболовных участков, за исключением ценных и особо ценных. И вот на этой, например, позиции мы будем стоять насмерть. Почему? Потому что мы глубоко убеждены, нельзя ловить атлантическую семгу по таким же правилам, как леща. Нельзя, потому что штучная, понимаете, рыба штучная. Если мы пустим людей просто так на реки Кольского полуострова, мы же видим реки Кольского полуострова, мы видим там, где есть базы, где есть охрана, там есть рыба. Там, где ничего этого не было, рыбы уже нет сегодня. Спросите у тех, кто ездит на Кольске, они вам расскажут на пальцах это все. Поэтому мы говорим, обязательно, ну, кстати, с этим все согласны, обязательно нормы вылова в законе, обязательно. Нельзя ловить больше в сутки определенного количества рыб. Обязательно рыболовные участки для ценных и особо ценных. И переводим список в законе. Он исчерпывающий, там 10 видов, из них 3 краба. То есть там вот на европейской части страны это только семга, только Кольский полуостров, 2 сибирских рыбы и лосося Дальнего Востока. Все. Ну, 3 вида крабов, там, синий, камчатский, стригун, по-моему, опиле. Поэтому вот это, то, что вызывало вопросы, вопросов сегодня не вызывает, не вызывает никаких эмоций. А что касается позиций именно какого-развития, ну, у нас есть время сегодня, Дума ушла, уходит на каникулы, поэтому мы лето посвятим этой работе и, естественно, будем продолжать работу на площадке Госдумы. При том, что профильный комитет и Государственная Дума готовы позвать и общественность на это обсуждение. Будем дорабатывать на площадке Госдумы. Но мне представляется... То есть 6 июля, как Вы говорили, Вы не... Нет, ну вот Вы же сами отвечаете на свой вопрос, да, потому что есть разногласия с Минокоморазвития, при том, что их не было, теперь они появились, их надо каким-то образом приходить к общему знаменателю. Для этого нужны совещания, ну... Ну, с 1 января, а закон будет... Трудно сказать, как пойдет эта работа. Если... Иногда будет очень эффективно. Если Госдума посчитает, что он в нормальном состоянии... Причем, да, там как ведь... Понимаете, когда принимается в первом чтении, дается 60 дней по регламенту для доработки во втором чтении. То есть мы будем вот эти 60 дней запрашивать мнение регионов, запрашивать мнение ассоциаций, общественных организаций. Будем их все собирать, суммируть, пытаться приходить к какому-то общему знаменателю, только после этого вносить на второе чтение. Ну, посмотрим. А во всяком случае в Государственной Думе лежит короткий законопроект. Вот тот, который отменяет платность, путевки. Да, я, честно сказать, надеялся, что он будет принят. Ну, возможно, еще мы успеваем, еще завтра есть день. Тем более, что там правка техническая, ну, по сути, там, не бог весть, сколько текста, его легко увидеть глазами. Нам бы хотелось, чтобы он был принят, это уберет все вообще вопросы. Тогда можно спокойно работать дальше, не суетясь к 1 января. Понимаете, то у нас есть у русских такая особенность, на только 7 ноября на Киев взять, только 1 января закон принять. Если мы уберем вот то, что сейчас раздражает, да, вот эта платность, да, я приехал на базу, я обязан купить путевку, то мне представляется, что, ну, можно еще какое-то время потратить на обсуждение, дабы он был лучше, этот закон. Пожалуйста. Михаил, секунду, секунду, подожди. Микрофон вам несут. Микрофон. Это все должно остаться близ 3. Я так понимаю, что вхождение в Минсельхоз, оно закончено, и федеральное агентство, оно сохранит свою структуру, осталось, сохранит свою структуру, и оставили функции нормативного правового регулирования. Нет. А кто будет сейчас заниматься нормативно-правовым регулированием? Все, вопрос? Нет, это не... А, хорошо, давайте. Тут в этой связи еще вопрос, тогда в догонку, потому что вы вносили, вы, федеральное агентство, вносило законопроект о внесении изменений в отдельные законодательные акты, ну, это касается продажи сетей, уже сочинения наказаний за врагоневство и так далее, и так далее. Я так понимаю, он в Госдуме есть, и в каком он состоянии, если вы знаете? Я знаю, что он в Госдуме, и работает над ним комитет, не было заведения комитета, потому что нас бы пригласили, поэтому трудно мне сейчас сказать, когда они будут готовы. А что касается изменения структуры, значит, федеральное агентство по рыболовству осталось, федеральное агентство по рыболовству, но в составе Минсельхоза это пятая итерация, по-моему. Сегодня как раз Митрий Анатольевич подписал постановление о вхождении. Да. Что ушло из федерального агентства по рыболовству, именно и только нормативно-правовое регулирование. То есть, это означает, де юре и де факто, что сегодня все эти законопроекты возвращаются, ну, из Госдумы нет, а если говорить о правительстве, они возвращаются по формальному признаку. Потому что надо перевносить их в Минсельхоз. Но есть понимание того, как избежать задержки во времени, там, какой-нибудь коллапс, не дай бог. Будет назначен человек, должность которого будет называться заместитель министра сельского хозяйства тире руководитель федерального агентства по рыболовству. То есть, этот человек будет руководить и федеральным агентством по рыболовству, и тем департаментом в Минсельхозе, а может быть и не одним, не знаю, который, ну, что и этим точно, который занимается нормативным правовым регулированием. Таким образом, мы, надеюсь, не потеряем темпа и сможем все-таки внести то, что планируют внесение. Пожалуйста. Ну, вот как раз в продолжении того, о чем Вы говорили, как Вы оцениваете Ваши личные шансы на то, чтобы занять эту должность? Слушайте, откуда я знаю, какие у меня шансы? Это не я решаю, решает взять правительство. В положении скажется, что назначает он. Ну, когда может состояться назначение? Когда его ожидать? Ну, Вы знаете, оно не могло состояться до тех пор, пока не было подписано положение, потому что не существовало такой должности. Да, вот сейчас она уже существует. Сегодня появилось на лентах, помогут, да? Да, сегодня, сегодня. Сегодня появилось на лентах. Час назад. Да, но, следовательно, значит, я не знаю, завтра, в понедельник, во вторник состоится внесение какой-то кандидатуры. Андрей Анатольевич, вот еще по поводу Министерства продовольственных ресурсов, да? Как Вы говорили, по-моему, еще месяц назад, вот, кстати, Вы первые об этом сказали. Тоже по Вашим прогнозам, когда это может состояться? До конца года? Нет, Вы знаете, я уж точно никаких прогнозов дать здесь не могу. Во-первых, это моя точка зрения, да? Я не председатель правительства, чтобы принимать такие решения. Николай Васильевич, например, оставивает на другом варианте, на Министерстве продовольственной безопасности. Ну, как ни назови, суть одна. То есть, по логике вещей, рассуждая, да, мне представляется, что это Министерство, ведомство должно заниматься от вылова или выращивания до реализации. Госполитика, естественно, не надо никаких частных, не надо никаких государственных магазинов, упаси Господь. Но госполитика, нормотворчество, вообще определение приоритетов должно быть, конечно, в одно ведомство. Дискуссия такая идет, да, но чем она закончится и когда, я, как понять, не могу сказать. Будь моя воля, но все равно это указ президента, это даже не вопрос председателя правительства. Я полагаю, что это правильно было бы. Еще вопрос по поводу так называемых мономагазинов, о которых Вы сказали. Сколько их сейчас в стране, если есть такие цифры, и сколько должно было бы быть в идеале, на Ваш взгляд? Вот, Савелик, мне подскажешь, что чуть больше 80, дело в том, что мы это, понимаете, у нас статистика такая, мы отслеживаем тогда, когда получаем информацию об этом. Несколько магазинов закрылось, кстати. Я считаю, что это нормально, это бизнес. Кто-то не смог просто работать. Есть магазины, которые работают очень успешно. Вот меня приглашает в гости губернатор Новосибирской области, Юрченко. Он с гордостью говорил мне о том, что у них 7 магазинов в Новосибирске и Рыбный день. Они не океаны называются? Да, они называются не океаны, а рыбный день. Это совершенно не принципиально, как они называются. Они мономагазины рыбные. Вот он говорит, что они работают очень успешно. Они заставили пересмотреть цены сетевых ритейлеров в сторону снижения. Ну иначе люди пересмотрят рыбу покупать. А сколько должно быть? Слушайте, ну желательно. Я хотел бы, чтобы было 300-350. А как в советское время? В советское время было 237, но они были огромными. Такой формат не нужен, это невозможно, конечно, сейчас. В советское время в эпоху была дефицита, выбрасывали рыбу, и народ встал в очереди. Сейчас такого не будет. Они не нужны большие. Они нужны магазины шаговой доступности. Что-то по принципу 7-11, американских небольших магазинов. Возможно, с какими-то сопутствующими товарами. Почему нет? Но я рассуждаю, я вам уже говорил, с той точки зрения, что до тех пор, пока не будет альтернативной торговли, сетевые ритейлеры не подвинутся никуда. Они будут рассказывать, что они работают с убытками все, ронять скупую мужскую слезу, понимаете, заканчивать пресс-конференцию и уезжать на Феррари домой. Они не заинтересованы в конкуренции, это понятно. Их сколько у нас? Пять. Сколько сетевых ритейлеров федеральных? Конечно, им даже не надо вступать в картельный сговор, в которых вы их подозреваете все время ФАС. Достаточно друг на друга посмотреть, они понимают с полуслова. Но если мы говорим об интересах потребителя, а не об интересах федеральных сетевых ритейлеров, то мы должны сказать с вами, что должны быть такие магазины. И мне не всегда понятна позиция субъектов Российской Федерации, она разная. Почему-то люди считают, губернаторы, мэры городов, они считают, что вообще это не их дело и им это не нужно. Я считаю, что это неправильно. Надеюсь, что сейчас, когда возвращается выбор из губернаторов, возможно, начнет появляться какой-то обратный эффект. Такая улица двустороннего движения, они хоть начнут прислушиваться к людям. Потому что я помню, как мы вели битву за океаном в Зеленограде, и нам говорили, что ничего сделать невозможно. У них магазин был в субаренде, там семья, там была Надежда Суповна такая замечательная женщина, работает вся семья у нее. В этом магазине люди есть со всех соседних городов, к ним маленькие. Там Клин едет, Истра едет. С Солнечногорск. Да, Солнечногорск. Магазин, она взяла в субаренду, оформила. Значит, арендатор отказался от аренды. И Зеленоград, мы ничего сделать не можем, мы должны объявить новый конкурс. А для того, чтобы его объявить, вы, пожалуйста, закройте магазин и вывезите свою рыбу куда-нибудь, куда хотите. Мы объявим конкурс. Вот если вы выиграете, тогда, пожалуйста. Как говорил Леонид Ильич Ленин, по форме правильно, а по сути издевательство. Поэтому, когда вот там, где регион, Ростовская область, кстати сказать, причем не только Ростов, но и сама область, там, где народ откликается, там, где идут на встречу, Татарстан, пожалуйста. Татары вообще сказали, мы для того, чтобы цены были социальными, мы дадим без арендной платы, муниципальную собственность. Только за коммунальные услуги пусть платят. Но мы будем контролировать цены. Понимаете? То есть вот такая схема честно-государственного партнерства, она могла... Да, но это нормально. Понимаете, ну, обидно становится, когда рыбаки мне говорят, значит, ну вот вы нас упрекаете, что мы на экспорт грузим. Я говорю, ну, на экспорт вы грузите, я вас не упрекаю. Я говорю, что вы рынок свой не оставляете, займут руки какие-то. Мне говорят, ну что, вот у нас селедка по 20 рублей, по 22 рубля в Владивостоке. Мы уже интернет, и есть сайты специальные, фиш-маркет и так далее. Даём объявление, никому не интересно. На свой страх и риск отправляем в Москву, она здесь два месяца лежит, мы платим за хранение и отправляем назад. Понимаете? А в Китай отправляешь жить, платят сразу. Пришёл корабль, агент зашёл, посмотрел на рыбу, тоже пошли деньги. Понимаете? Ну вот, у нас много, у нас нет инфраструктуры торговли этой. В то же время, в то же время, надо сказать справедливости ради, что все, 70% нашей продукции делается на судах. А суда, если даже и не постройки 70-80-х годов, то спроектирование точно тогда. А тогда, опять вспоминается СССР, план по валу, вал по плану. Что надо было сделать? Поймать много рыбы, отрубить ей голову, засунуть её 20 килограммов, ну, заморозить, засунуть 20 килограммов в ящик. Всё. И отправить. Подходили к транспорта, куда-то её увозили. Рыбакам было всё равно. Он разговаривал с Юрий Борисовичем Прутковым, акционер Мурманско-торгового флота. Он говорит, я был капитаном. У меня голова болела только об одном. Выполнить план на 101% получить премию. Кто её продавал, куда её отвозили, никого не интересовало. А сегодня торговля. И тут я соглашусь с сетевыми ритейнерами. Нам говорят, ребята, ну, продукция ваша нетехнологична. Как с ней работать? Ну, привезли бы эту рыбу к нам на склад. Дальше что? С этим ящиком. Что я с ним должен делать? То есть я должен создать фирму, которая будет перепаковывать по одной штучке. Ну, не будешь покупать в ящик 20 килограммов рыбы? Да ещё смёрзшийся. Поэтому здесь проблем много, они в основном все инфраструктурные. Мы потихонечку движемся, движемся. Если нужно оборудование ставить на суда, и начинают строиться холодильники, частный бизнес. Бизнесу, понимаете, надо создать правила игры, понятные, не пересматривать их каждый год, что мы уже сделали. Но он откликается. Другой вопрос, что они всё-таки бизнес-инерационный год смотрели, а как вообще? Обмануть не обмануть. Нет, ага, не обмануть. Начали вкладываться. Сейчас достаточно много вкладывается. И вот камчатские заводы, надо как-то, я не знаю, как это сделать. Вот собрать вас бы, отвезти на Камчатку, показать им, какие у нас там заводы роскошные. Роскошные заводы. Продукция совершенно фантастическая. Другой вопрос, что им легче найти потребителей в Канаде, чем к нашим сетевикам попасть. Потому что начинаются бонусы, ретро-бонусы. И они очень много поставляют за границу. Я когда попал в Октябрьский посёлок и увидел двух каких-то граждан, разговаривающихся на английском языке, в цеху. Я говорю, кто такие? Они говорят, Канадцы. Канадцы здесь что делают? Отбирают рыбу. Вот у нас контракт. Они покупают готовую рыбу, копчёную. Сделанную фантастически. Каждый кусочек переложен в папиросную бумагу. То есть вы можете без вилки открыть, вакуум, и брать за папиросную бумагу и есть. И рыба нерка. Фантастическая. Я говорю, а почему не поставляешь в Россию владельцев? Он говорит, спроса нет. Я говорю, начинаем смотреть по цене. Я говорю, ну цена на российском рынке, если не такая же, то выше, чем в Канаде. В Канаду, с Камчатки. Безумие. Посмотрите на карту. Он говорит, ну... Андрей Анатольевич, ходу бедно, но вот мы уже не первый раз делаем сравнение с советским периодом. Но рыбы-то в России сейчас стали есть больше, чем в Советском Союзе. Ну, Советский Союз, видишь, ее коленом запихивал, эту рыбу. Вы не забывайте о том, что армия... А сейчас никто не заставляет. Армия, спецконтингент. Сейчас просто цифра честная. Почему? Потому что действительно ее никак не субсидируют, потребление рыбы. Государство не доплачивает, как в СССР, за рыбу. Кстати, сказать, тогда государство сделало, конечно... С одной стороны, я понимаю, что социальный товар, рыба должна быть всегда, должна быть дешевой, сделала колоссальную ошибку. Потому что люди, вот старшее поколение, которые привыкли к тому, что треска стоила рубль 80, им тяжело сейчас объяснить, что треска – это очень ценная рыба. Она востребована на мировых рынках неимоверно. Испания и Португалия готовы покупать столько трески, сколько мы поймаем. И стоит она 4,5 тысячи долларов за тон, а совсем не рубль 80. Почему? Потому что государство рубль 20 доплачивало в прямую рыбакам. И что, минтай – это вовсе не для пушек рыба? Минтай – это рыба тресковых пород. Евросоюз потребляет 400 тысяч тонн филе минтая в год. 2 миллиона тонн. Кстати, сказать, коллеги, вы когда бываете в русском Макдональдсе, едите филе о фиш, если едите, заказывают, да, имейте в виду аляска полок. То есть, по-русски, для восточной минтай, в переводе с английского языка – аляска полок. Между прочим, Макдональдс продает на территории Советской Федерации 1 миллион порций в день. Клео фишу. Грустно создавать, что рыбу они привозят из Дании, где минтая нет никакого, а в Дании они ее привозят из Америки. Но мы сейчас эту ситуацию поломаем. Будут покупать в России. Я собрался в Макдональдс получить генерал за промоушн. Какой промоушн? Промоушн пусть готовится. Андрей, вы только, вы считаете, необходим промышленный лог в европейской части России при обморожении? Понятно. В каждом регионе надо смотреть отдельно, по-разному. Не, ну вся европейская часть, у нас тоже разная, правда. Есть Рикольский. Есть Кольский, где промышленного лога нет. Кстати, есть Низволги, есть Волгоград, есть Таймыр, в конце концов. Вся европейская часть России. Есть ОП, где без промышленного лога вообще никто ловить не будет. Сколько там тех рыбаков? Поэтому надо смотреть. Во всяком случае, мы об этом говорили уже, что есть на Волге утес. Есть регионы... Андрей Анатольевич, чуть на вилу не подняли после того, как он предложил запретить. Да, я же предлагал запретить. Но, может быть, не запретить. Может быть, как-то уменьшить пресс промышленного рыболовства на Низовье Волги. С тем, чтобы рыбаки Низовье Волги пошли в Каспий. Они же в Каспий сейчас не ходят и не ловят. А у нас там 80 тысяч тонн. Можно брать кельки, кефали, атерины, сельди. Но, понятно, что спуститься с деревни по Касагору, сделать притонение и в обед быть дома, интереснее, чем идти на Северный Каспий и подвергаться штормам, тащить лебедку. Это надо обсуждать все. Мне представляется, что будет принят закон на любительской рыбалке. Надо к этому вопросу возвращаться. Вместе с общественностью, вместе с наукой. У нас ведь просто... Что еще происходит? Мы, кстати, сегодня об этом говорили в правительстве. Денег на научные исследования выделяется недостаточно. Мы... Просто, чтобы было понятно, тоже такой факт довольно любопытный. Если переводить на рубли финансирование Норвежского института Бергенского, мы на науку тратим, на всю науку, на все море и океаны, на международную деятельность нашу, 3 миллиарда 450 миллионов рублей в год. А норвежцы тратят в наших деньгах, крону на рубль, 4,5 миллиарда на исследования Баренцева и Северного морей. То есть, если сравнить два наших института, которые находятся у нас в Мурманске, у них в Бергене, то Бергенский институт БИМИ получает финансирование в 6 раз больше. У нас просто не хватает денег сегодня на внутренние водоемы для того, чтобы совершенно четко дать расклад, что популяция той или иной рыбы находится в такой опасности, что надо закрывать срочно промышленность. Срочно. То есть, нужны научные данные, не должно быть волонтаризма, не шашкой махать. Много ловят промышленные рыбаки, а на основании науки, надеюсь, что в рамках госпрограммы, о которой я сегодня говорил, нам удастся увеличить финансирование. В общем, мы сегодня это так уже по-рабочим обсуждали, с тем, чтобы по-хорошему исследовать всю волну. Не хватает денег ни на Орбь, толком на Амур. Я уже не говорю там о южной части Северной-Двизуокеана, Карское, Чукотское моря. Много лет не ходим в Атлантику, но надо здесь навести порядок, на родине. Коллеги, это я с Вашего решения поеду ловить рыбу в Северной-Двизуоке. В промышленных объемах. Спасибо. Спасибо большое и с наступающим праздником.